18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Это обеспечит безопасность пассажирских перевозок, в первую очередь. Экзамен на профпригодность. Водители общественного транспорта закрепляют знания и получают новые навыки. Кадет – это личность, большой буквы. И в учебе, и в дисциплине, и во всех других вопросах. Раздача чинов. Воспитанники школы имени Старшинова получили внеочередные кадетские звания и новый стимул к отличной учебе. В «Анапе» развит отлично футбол. И мини-футбол тоже. Это зрелищный вид спорта. Мини-футбол – максимум эмоций. 25 городских и сельских команд в течение двух месяцев будут бить по мячу. Преодолели экватор. Тренировочное стадионо к чемпионату мира по футболу готово на 63%. Ход строительных работ двух площадок в «Анапской» Вититиво проинспектировал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Рабочие уже подвели все коммуникации к административно-бытовым комплексам. Подготовлены площадки под котельную, генератор и канализационно-насосную станцию. Смонтирована система для полива поля. Продолжается установка ограждения по периметру объектов. Эти работы уже выполнены наполовину. Есть серьезная динамика по сравнению с моим прошлым приездом. Конечно, подтянулись. Все, что запланировано на этот год, успевают. Задача строителям ни в коем случае не снижать темпы, а наоборот ускоряться. И выйти с благоустройством уже на начало будущего года. Для того, чтобы наши площадки, они и сейчас не отстают по сравнению с иными площадками по иным регионам. Но чтобы они были лучшими. Стадионы строятся в соответствии с мировыми требованиями ФИФА. В Анапе будут тренироваться команды-участницы Мондиаля. Объекты должны быть сданы весной 2018 года. На особом контроле. В преддверии новогодних праздников специальная комиссия посещает семьи, состоящие на межведомственном учете. С родителями и детьми специалисты проводят разъяснительные беседы и напоминают, как безопасно встретить праздник. В составе рейдовой группы специалисты управления по делам несовершеннолетних, соцзащиты, органов опеки, а также полицейские и инспекторы противопожарной безопасности. Такие профилактические мероприятия проводятся с 1 декабря. За месяц комиссии необходимо посетить более 180 семей, нуждающихся в особом внимании. На первом месте – безопасность в доме. Чтобы праздник не омрачил пожар из-за неисправных отопительных приборов или неправильного обращения с бенгальскими огнями, с родителями проводят инструктаж пожарные инспекторы. В первую очередь хочу напомнить, что в преддверии новогодних праздников и рождественских также обращать внимание на неоставление электропроводки без присмотра, также электрооборудование различное. Приобретение пиротехнической продукции только в специализированных магазинах. Это мы в курсе, конечно. Да, также не допускайте курения в помещениях, если таковы и есть. В день специалисты посещают до 9 семей, смотрят, чем отапливается помещение, оценивают исправность проводки, сделать все возможное, чтобы праздники для всех анапчан прошли без происшествий – задача главы города. Также Юрий Поляков отметил, усиленный контроль за безопасностью должен осуществляться не только перед новогодними праздниками, но и на протяжении всех 10 выходных. Мы активно очень ходим и в наши новогодние рождественские праздники, это январь месяц, потому что понимаем, что в эти дни наиболее активно нам нужно взаимодействовать, чтобы не упустить наших детей, эти семьи, отдельной категории семей, в которых эти дети находятся. Говорим о том, что нужно быть близкими не только по отношению к этим семьям, но и соседям, чтобы они тоже понимали, что если это сельский округ, то все очень близко. Они друг друга знают и могут прийти быстрее, чем службы с работах на опережение. Вот таким образом, превентивно мы оберегаем наших детей, наши семьи от каких-то нежелательных последствий, которые, возможно, будут наступать с приходом зимнего отопительного сезона. Анапские водители пассажирских автобусов сдают специальные экзамены по безопасности. Это требования нового закона. Они прошли специальные курсы и теперь им необходимо подтвердить свои знания. Перевозчики отмечают, что знания лишними не бывают, тем более, что многие навыки могут пригодиться в повседневной работе. В специальном зале организована онлайн-трансляция видео и звука. Прием ведут специалисты, уполномоченные Министерством транспорта. Пришла очередь коллектива предприятия «Старт», одного из крупнейших перевозчиков города-курорта. Им предстоит ответить на 50 вопросов. На экзамен дается 2 часа. В рамках реализации требований федерального закона о транспортной безопасности 16 ФЗ на территории муниципального образования руководителями транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам проводится аттестация водительского состава на знания требований федерального закона о транспортной безопасности. Это обеспечит безопасность пассажирских перевозок в первую очередь. У каждого свой билет. Перед этим водители прослушали в общей сложности 10 часов лекций. В основном речь идет об антитеррористической безопасности, порядке действий в различных экстремальных ситуациях. Вместе с тем перевозчики считают, что многие знания и навыки универсальны. Например, иногда приходится находить общий язык с подгулявшими пассажирами. Наши водители уже будут знать, как вести себя с пассажирами. То есть, допустим, с подозрительными пассажирами, неадекватными пассажирами, которые входят в транспортное средство, которые могут создавать какую-то угрозу другим пассажирам, не только, грубо говоря, водителю или транспортному средству, а именно пассажирам. Всего планируется аттестовать порядка 340 водителей. Всех, кто работает на внутренних маршрутах муниципального образования. На сегодня экзамен сдала примерно пятая часть. Окончательно работу планируется завершить в начале весны будущего года. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Работы школьников, агитирующие за соблюдение правил дорожного движения, возьмут на вооружение инспекторы ГИБДД города-курорта. В Анапе подвели итоги специального конкурса. Он проводится впервые. Говорю, что я ободный водитель. Проверяйте дальше, следующее несите. Ну, раз сами хотите того, внимание, машина похищает НЛО. Да при чем тут пришелье с далеких миров? Это автомойка и все это дело. Над этим роликом работала целая команда шестиклассников из гимназии Росток вместе с педагогом. По сценарию водитель утверждает, что он профессионал, а сам путается в дорожных знаках. Авторы поясняют, шутливый тон выбрали намеренно, чтобы лучше запоминалось. А те, кто хотя бы на секунду узнают себя, лишний раз задумались. Мы хотели передать людям, чтобы они относились к правилам дорожного движения не как к какой-то игрушке, а как к настоящему правилу. Работа шестиклассников заняла первое место. Подобный конкурс проводится впервые. Идею озвучили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних в октябре текущего года. На суд жюри, куда входили педагоги, представители городской администрации и инспекции по безопасности дорожного движения, поступило около 50 работ со всего муниципалитета. 10 из них получили награды. Вы теперь знаете, может быть, чуть-чуть больше, чем ваши соседи, такие же сверху, как и вы, те друзья и товарищи, с которыми вы общаетесь. Вы также рассказываете про правила дорожного движения и им. Так же их наставляете. Если кто-то идет на красный свет, говорите, подождите, так делать нельзя, это опасно. То есть вы будьте такими же учителями для своих друзей, которые, может быть, знают чуть-чуть меньше, чем вы. Среди работ рукописные плакаты или такой вот календарь на будущий год. В ГИБДД итоги конкурса оценили положительно. Лучшие образцы после доработки будут использовать в повседневной агитации. Каждая работа уникально подготовлена, то есть к каждому ребенку. И в первую очередь там имеется смысл. Смысл, который увидит водитель, по примеру, в уголе автомобиля, и задумается, что ему необходимо соблюдать право дорожного движения. Ежегодно на анапских дорогах происходит порядка 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Городской комиссии по делам несовершеннолетних говорят, что намерены сделать конкурс регулярным, постепенно увеличивая число участников. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. В кадетской школе имени Героя Советского Союза Николая Старшинова подвели итоги первого учебного полугодия. За успехи в учебе, спорте и участии в общественной жизни школы и города 24 будущим защитникам Родины были присвоены внеочередные воинские звания. Многие получили дипломы и ценные подарки. Каждое утро в кадетской школе начинается с построения и развода, но сегодня здесь по-особенному торжественно. Поздравить кадетов приехали представители военных ведомств, правоохранительных органов, руководители ветеранских организаций и участники боевых действий в локальных конфликтах. Сегодня вручение погон – это не просто дата, понимаете, это новый образ вашей жизни. Вы становитесь другими, вокруг вас меняется обстановка и уже то, что вы находитесь на этой территории, уже будет называться отчизной. Вы свою судьбу связываете с отданием долга перед защитой нашей Родины. Очередное воинское звание для кадетов – это не только новая ступень в учебе, но и большая ответственность. Погоны обязывают быть примером для младших сослуживцев, соблюдать дисциплину, проявлять себя в военно-патриотической работе. К слову, старшиновцы – одни из самых активных в этом направлении. Кадеты принимают участие во всех памятных городских мероприятиях. Стойко несут многочасовую вакту у мемориалов. За эту важную работу кадетам вручили боевые кортики. Для многих ребят эти достижения – фундамент будущей профессии. Собираюсь поступить на ФСБ в городе Анапе. Собираюсь дальше учиться в этой школе, достигать высот, получить более высокое звание. И, конечно, хотелось бы стать на старшину школы через пару лет. Форма дисциплинирует их, сильно дисциплинирует. Кадет, когда одет в форме, он является образцом для подражания другим. Запрещено нарушать самому и удерживать других от недостойных поступков. Поэтому это в первую очередь то, что я константирую всегда их внимание. Кадет – это личность, большой буквы. И в учебе, и в дисциплине, и во всех других вопросах. Памятные дипломы кадеты также получили и за спортивные достижения. По-особому отметили и тех, кто помогает добиваться высоких результатов. Педагогов им вручили почетные грамоты и цветы. Руслан Душевский, Анапа-регион. Популярная не только среди анапчан, но и многочисленных гостей курорта кофейня у Пушкина отметила свой первый день рождения. Ровно год назад атмосферное заведение гостеприимно распахнуло двери и за это время сформировало свой особенный стиль, который так манит посетителей. Ими стали и наши корреспонденты в день рождения кофейни. Кофейня у Пушкина стала настоящим местом притяжения творческих, интеллигентных людей и настоящих ценителей искусства. Здесь старит атмосфера пушкинской эпохи с неспешным ритмом и оригинальным оформлением интерьера. Мы за это время превратили наше кафе в музыкальную гостиную. И здесь у нас провело уже 113 вечеров. Были поэты, композиторы, классическая эстрадная музыка. Всем понравилось. Традиция прижилась. Кафе пользуется популярностью. И мы хотим, чтобы и гости, которые к нам приезжают, и анапчане пользовались нашими слугами. И приятно проводили здесь, в маленьком уютном кафе, в свободное время. Трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям перед посетителями выступают артисты из Анапы, Краснодара, Темрюка. Репертуар разнообразен. Классика и шансон, современная эстрадная музыка и цыганские романсы. Всегда вкладываю душу, даже идешь с плохим настроением и думаешь, пойти не пойти, уходишь всегда. На душе праздник. Вечер, посвященный Пушкину, это вообще замечательно. Так что я в восторге. Полюбились гостям кофейни и всевозможные десерты. Особой популярностью среди посетителей пользуется фирменное пирожное, которое так и назвали у Пушкина. В честь дня рождения появилась новинка – десерт Натали. Отличается нежным, утонченным вкусом. Причем, что немаловажно, для поклонников здорового образа жизни. Все блюда производятся из натуральных ингредиентов и, конечно же, обширная кофейная карта и большой выбор сортов чая. Здесь замечательная атмосфера, очень уютно. Всегда звучит приятная музыка, готовят очень вкусный кофе. Мы кушали здесь мороженое. Ребенку очень понравилось, а нас приятно удивила цена. Кофейню Пушкина приготовила немало интересных вечеров на период новогодних каникул. Все праздничные дни заведение будет радовать посетителей яркими творческими программами и отменой кухней. Ежедневно с 19 до 21 часа. Дорогие новчане и гости курорта, хочу поздравить вас с уступающим 2018 годом. Желать вам всего самого хорошего. Главное – исполнение желаний. Счастья, мира, добра. В кофейню Пушкина вас ждут по адресу, она по улице Калинина, 23. Обязательно добавьте посещение этого места в свою культурную программу. Приятных впечатлений хватит на целый год. Ирина Меркурьева, Михаил Попов, Анапа-регион. На базе спорткомплекса общеобразовательной школы номер один стартовал открытый городской чемпионат по мини-футболу. В течение двух месяцев 25 команд Анапского района будут бороться за звание сильнейшей. По словам организаторов, чемпионат направлен прежде всего на популяризацию спорта, поиск новых талантов и продвижение мини-футбола в массы. Соревнования уже стали традиционными, они проходят на протяжении 10 лет. Чемпионат открыла Первая лига. Для молодых футболистов победа в матчах – шанс подняться на новую ступень. Но сегодня на поле вышли и более опытные футболисты. Алан Цараев занимается футболом с самого детства. В свои 18 играет в профессиональном клубе «Спартак Владикавказ» и успевает учиться в Кубанском университете физкультуры и туризма. У меня с детства какая-то привилегия к футболу. У меня отец сам тренер. И как-то больше к футболу клонился. Страсть, эмоции. И все в этом роде. В этом году чемпионат вышел на качественно новый уровень. Награды, в том числе и денежные, получит не только команда-победитель, но также и отдельные игроки – лучший вратарь, защитник и другие. Это стало возможным благодаря спонсорам. В этот раз чемпионату оказали поддержку строительные компании «Каскад» и «Центр Строинвест», строительный магазин «Вавилон» и компания «Анапострой». По словам организаторов, соревнования направлены прежде всего на популяризацию спорта, поиск новых талантов, а также для того, чтобы дать анапчанам возможность, интересно используя и проводить досуг. Для того, чтобы занять людей чем-то, у нас как бы зима, холодно, делать особо нечего, и спорт всегда в массы, это же хорошо. В «Анапе» развит отлично футбол, и мини-футбол тоже, это зрелищный вид спорта. Каждая команда по-своему она сильна, и на сегодняшний момент у нас есть две лиги, в которых относительно более-менее собраны коллективы, которые соответствуют друг другу, и могут показать как и в первой лиге, так и в высшей, очень зрелищный и качественный футбол, но сегодня это было видно. Игры будут проходить до 25 февраля по воскресеньям на базе первой общеобразовательной школы. Система отбора круговая, команда, набравшая максимальное количество очков, выйдет в финал, а две лучшие команды первой лиги получат шанс стать участниками высшей. Вход для зрителей свободный, поэтому поболеть за своих фаворитов может каждый. В планах у организаторов провести турнир и на майских праздниках. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, «Анапа-регион». Далее информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан»» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4-24-19. Субтитры создавал DimaTorzok